Согласна 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 Мамочка, спасите привидение! Мамочка, спасите привидение! Только! Я спрашиваю, кто же налетел на земле всего-ли-сего? И по какому праву? Интересно. Я больше не налетала на тебя. Хотя бы потому, что почти не умею летать. Ты сам налетел и возмущаешься. А что ты делаешь? Здесь один с собой, тебе? Я не один. Я одна. Я девочка. Девочка? Представь себе. Или боюсь у тебя одна. Потому, что почувствовала запах лисицы. Я уже решила, что моя песня спела. Никакого хуже лисицы я не знаю. Это еще почему? Ты видал хотя бы одну лисицу в жизни? Нет. А ты? Ну, я опять догадна. Да, ты не достались на годах. Но нельзя же всех подлетел к ребенку. Тем более, я одноком с одной гееной. Ну, а про кого можно сказать, что ходят в двери? Я не знаю. Нет, лисы они как любые. Есть плохие, но есть хорошие. А что это ты так заступаешься за ним? Ну, моя бабушка была лисой. Это шутка? Да? А как вас зовут? Я живу с 14-й Ларфом. Меня зовут Тады Карлсон. Очень приятно. У тебя такое загадочное имя почему-то с номером. Разве у вас еще в семье 13 любви, да? Тады Ларфом. Тады Ларфом. Начинают с материнки. Настя всего 14. Но меня почитали прям. У них что-то кончилось на мне или с меня началось? Как ты так? Я не поняла. Позорем увидим. Настя, я взгляду на тебя и сомневаюсь. Светлые шутки мне что-то напоминают. Это никакая не шутка. Это пушинки. А цвет? Он должен напоминать солнышко. Что же еще? Ну, ты есть птица. Угу. И ты сказала, что ты умеешь хорошо летать. Угу. И у тебя желтый пуш. Да. Там, там, там. Ну, давай я скажу, ты курица что ли? Да нет, я еще не курица. Еще нет. Успокой вас. А где ты живешь? У людей? Да. А что? Слушай, кто там? А как они те? Люди там. Можно с ними ну кашу поверить? Я ни разу не варила с ними кашу. Но они с нами. Эх. Нет, нет. А варит курика. Слушай, тут такое дело. Я целый день ничего не ел. Послушай, как пушиную я его съел. Ах. Бедный Людвиг. Ну вот что. Там и сутвори. Полно вся белосипец снова. Проводи меня домой. Кашил. Класс. А вы храним цветом даже не очень симпатичны. И характер у тебя будет ничего. Ну, спасибо. Ну, идем же. Нет. Сначала ты живой. Малые слов. А ты девочка. Ах. Надо же. Какой депутат сметие клетки. Чем надо же? Да. Папа, помогите! Ягодница, ты кого привела сюда? Это Люфтин, 14-й Ларсен, и он не плот, и не собирается никого тушить, ему можно верить, понимаете? Ларсену можно верить, ты глупа, дочь моя! А науфика у меня не выросла, а ты помолчи, я только хотела сказать, как хорошо ты воспитал. Да, Люфтин бабушка была лисой, он не отрицает, но сам он! Что значит бабушка была лисой, а его отец? Я, слава богу, знаю его бабочку не понаслышке. Но сам Люфтин другой! Другой! Он питается незабыдками, у него есть крылочки, как это он другой! Лис есть лис! Погляди, как он плотает с рыбой, как он ощутенился и напрягся! Да, он очень холоден, он с утра не ел! Ну, очень холоден! На, держи! Не знаю, понравится ли тебе то, что в этой миске? Смотри-ка! А я уже решила, что он начнет прямо с меня! Что? Я не знаю, что я не знаю? Да! И это называется хорошее воспитание! Вот что! Вот и приезжай, шевей и уноси отсюда ноги! Сейчас вернется наш Петрус, не уверена, что он будет в восторге, увидит здесь тебя! Подождите, я вспомнил, это ноги, помните края на лаву, это самый хорошее негодяй в нашей семье! Да, я помню, как он красился! Пасполь, а кто сказал, что нас нет ни один из них? Да я же только это вспомнил! Да, этой ночью вы успеете что-нибудь придумать? Спасибо тебе, Людвиг! Ну, а что я говорила? О! Где? А, ты, стой! Вот я тебя! Беги, Людвиг! Беги! А! 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 После такой погони, они мне кислородную подушку и канцеру должны выносить! А знаете, мама проработала раньше в лифтном тете, у нее много всего! Простите, я вам принесу! Минуточку! Это как понимать? У вас там не негде было спрятаться! Цель и вид! Цель и что? Цель и вид! Это, так говорит Париж, у нас самая глупая вопроса! А у кого из Парижа, то я оставлю хорошую местечку! Да что ты за ладик! Цель и вид! Париж! Ты понимаешь, где ты и кто перед тобой! Я уверен, на такую хитроумие наглость даже сам Лассен-старший не способен! А! Лассен-старший, это мой папа! Я ему передам, чтобы меня похвалили! Он нас очень уважает! Уважаем, говоришь? Еще бы! Помню, я однажды застокал его с течиц курятки! Ночью, во время страшной грозы, гром гремит, молния сверкает, в кусты дещат, а мы с ним бежим во все лопатки! Э-э-э! На его левой саде нужно отметить на статус! С того дня от меня подарочек! А вот иду домой, и справа его звезда оставлю по каналу! Придешь домой! Нет, милок, это вряд ли! Ты сейчас свои песенки начнешь сыновить, будешь хозяину петь и его гостям! Я не из кошачьей породы под лист, и кон от меня не напрасно! Я сторож, я кур охраняю от лист, и куром со мной безопасно! Тебе, милок, не обидно слушать такие вещи? Зачем, милок, это не обидно? Брось, немножко-то задевает! А тебе же тут надо! Послушать! Так я вам спою, не жалко! Только потом! Или это проверка, как я гостя вашего принимаю? Справляюсь пока! Вот он мошенник, а вот он ошейник! Он не мошенник, дядя Максимилиан! Отпустите его! Мошенник тот, другой! Сейчас прийти может! Вас баба и мама зовут! Он сейчас караулит нас надо! А, Ледвика, отпустите, пожалуйста, летите! Я его не боюсь! Ишь ты! Сам разберусь! Вчера только из яйца вылупалась! Вон, и скажи, что я сейчас приду! Эх, лучше бы ты был обычным рыжим мошенником! Вытряхивайся! И жми по этой тропинке через огороды! Я помню вас, милля, спасибо вас! Милля, уважаю! Милля, уважаю! И с собой дорогу в курятник! А то тебе еще не так придется меня зауважать! Ну, мир ты прячешь!